Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Про Цветок. В этом видео с вами я, Пашкевич Анна, и продолжаем раскрывать тему фасоли. Конкретно сегодня говорим на фасоль зернового типа использования, у которой используется в качестве сырья зерно или семена. Сначала я бы хотела рассказать о трех сортах фасоли, которые используются преимущественно как зерновые фасоли, но также они могут использоваться в фазу технической спелости, как испаржевые. Ввиду того, что у них отсутствует пергаментный слой, но, к сожалению, присутствует волокно. Также эти три сорта фасоли формируют достаточно крупного размера семена, поэтому они приравниваются к сортам зернового типа назначения или по-другому могут называться сортами универсального типа назначения. Ввиду того, что их можно использовать и на лопатку, и на зерно. Но я все-таки расскажу о них, как о зерновых фасолях. Первый сорт фасоли зернового характера использования, о котором я хотела бы рассказать, это сорт белорусской селекции. Носит красивое название Афина. Сорт среднеранний. Для него характерна завивающаяся форма куста. Это не вьющаяся и не кустовая. Фасоль высотой 60-70 сантиметров. В фазу технической спелости она имеет такие приятного зеленого окраса бобы. В фазу биологической спелости эта фасоль радует овальными белыми блестящими семенами, которые хорошо развариваются, содержат большое количество различных биохимических компонентов и достаточно вкусные и приятные к употреблению. Второй сорт преимущественно зернового направления использования, но можно его использовать и на лопатку фазу технической спелости. Это сорт достаточно известный за рубежом. Сорт итальянской селекции, который называется барлота. В Италии он называется барлотти или римские бобы. Достаточно давно сорт барлота выращивается и россиянами, и белорусами, и другими соседями. Данный сорт барлота будет характеризоваться достаточно приятными по внешнему виду семенами, приятного коричневого цвета с такими бордовыми штрихами. Особенностью сорта барлота будет также образование зеленых бобов в фазу технической спелости, которые будут иметь розовые штрихи. Как афена, так и барлота эти сорта быстро перезревают, и поэтому их преимущественно используют в качестве зерновых. Третий сорт зернового направления использования, также, как и два предыдущих, носит название рябушка. Сорт русской селекции. Для него будет характерно наличие темно-черно окрашенных семян. Семена достаточно ровной овальной формы, блестящие. Помимо этого, сорт рябушка будет характеризоваться кустовой формой куста. Так же, как и сорт барлота, рябушка является сортом среднего срока созревания. Поскольку сорт рябушка не имеет пергаментного слоя, то на протяжении 10 дней в фазу технической спелости ее можно употреблять на лопатку или употреблять бобы в качестве овощного вида фасоли. Бобы в фазу технической спелости у рябушки будут светло-желтые с небольшими фиолетовыми пятнами. Также для сорта рябушка будет характерно наличие фиолетовых цветков и, как я уже говорила, черных семян. Сорт рябушка достаточно интересен, достаточно декоративен, поэтому обязательно включите его в список тех семян, которые вы будете высевать в будущем вегетационном периоде. Помимо всего прочего, для сорта рябушка будет характерна высокая устойчивость к основным гривеным заболеваниям, в частности контракнозу. Также как сорт рябушка, сорт рубин, это следующий четвертый сорт, о котором я хотела бы рассказать в данном видео, он будет обладать высокой устойчивостью к основным гривным заболеваниям. Помимо этого, сорт рубин является фасолью прямого зернового направления использования. Для него характерно наличие темно-вишневых окрашенных семян. Семена овальные, сахаристые, достаточно хорошо развариваются. Для них характерно наличие хороших вкусовых качеств. Помимо этого, сорт рубин является сортом среднего срока созревания. И уже к середине сентября, даже в условиях плохого года, можно эту фасоль уже убрать с участков. И последний сорт фасоли, о котором я хотела бы рассказать, это фасоль русской селекции. Фасоль называется тип-топ, фасоль раннего срока созревания. Она убирается уже где-то от середины августа до конца августа. Имеет желто-коричневые семена, достаточно хорошо разваривается. Она устойчива к полеганию, к осыпанию бобов. Помимо прочего, сорт тип-топ также обладает генами устойчивости к основным грибным заболеваниям, которые, к сожалению, очень часто поражают фасоль. Особенно в условиях дождливого лета и лета с повышенными температурами. В этом видео я перечислила 5 сортов фасоли зернового характера использования, которые мною выделены на основании личного опыта. В комментариях попрошу написать ваши сорта зерновой фасоли, которая хорошо себя рекомендует на ваших участках. Всего вам доброго! Спасибо, что остаетесь на канале Процветок. До новых встреч!